Новый подход в лечении наркозависимости внедряют в Беларуси. Два месяца назад Минздрав, МВД, а также Минтруда и Суцзащиты запустили экспериментальный центр. Безусловно, самый эффективный метод борьбы с недугом – профилактика. Но если человек уже зависим, нужна помощь. Главная задача центра для наркозависимых – вернуть пациента в социум, найти ему работу и показать, что жизнь бывает другой. Владимир Королев продолжит. То, что я зависим, я понял, наверное, через 6 лет употребления. И вот год я походил с этой мыслью – да, я зависим, мне плохо, я страдаю, и все равно я употреблял. Работал в ночном баре, там и пристрастился к Альфа-ПВП. Евгений – один из первых пациентов экспериментального реабилитационного центра для наркозависимых. Лечебница функционирует на базе Центра психического здоровья лишь два месяца. Парень пришел сюда сам, новую клинику порекомендовал лечащий врач. Проблема есть, проблема реальная есть, и это осознание пришло сравнительно недавно. То есть прекрасно понимаешь, что там что-то жизнь идет как-то под откос, что все портится, что все идет не туда. В Беларуси официальное число наркозависимых, то есть известных органам здравоохранения – 12 тысяч человек. Реальное количество больше в разы. МВД называет цифру в 90 тысяч. Социологические исследования показывают, что эти люди еще могут приносить пользу и экономике, и обществу. В этом центре, пока пациенты лечатся, их навещают сотрудники Минтруда и соцзащиты. Найти работу и вновь оказаться в социуме – базовая задача для наркозависимых. Психологам приходится учить пациентов даже составлять распорядок дня. Очень важно иметь план на предстоящую неделю, на месяц. Важно заполнять чем-то свободное пространство, свободное время. Важно, чтобы у него были увлечения, может быть, работа, какие-то досуговые мероприятия и так далее. То, что составляет ему удовольствие. Даже свой день рождения Оксана Колбасова проводит в реабилитационном центре. Новая для Беларуси методика только осваивается пациентами и персоналом. Врачи уверяют – качество лечения достигается за счет индивидуального подхода. Поэтому количество наркозависимых здесь всего 5 человек. Курс медицинской реабилитации составляет 28 дней. Именно стационарный курс лечения. Затем наши пациенты уходят на амбулаторный курс лечения. В течение полугода они приходят к нам сюда на группы в два раза в неделю. И в течение года это один раз в неделю групповые и индивидуальные занятия. Тема наркомании, борьбы с ней, а также профилактики на постоянном контроле правоохранителей и лично главы государства. Системная работа позволила переломить сложную ситуацию, которая сложилась в Беларуси за последние десятилетия. Ключевым решением стал декрет, принятый в конце 2014 года. Документ помог остановить распространение спайсов и курительных смесей. Тогда же была ужесточена уголовная ответственность за наркопреступления. Наша страна находится в центре Европы. И наркокартели стремятся воспользоваться ее удобной логистикой. Поэтому все должны понимать, что ослаблять давление на субъекты наркотрафика и вообще поставщиков наркотиков мы не имеем права. Если хоть на мгновение мы об этом забудем, наша страна утонет в этих проблемах и в этом страшном зелье. Подчеркиваю, принцип неотвратимости наказания должен работать прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика. Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом. Тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью. Поправки в уголовный кодекс этим летом дали возможность судам более гибко подходить к наказаниям. Таким образом, всего за пять лет преступлений в этой сфере стало в полтора раза меньше. Уровень смертности от передозировок в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве и в 72 раза ниже, чем в США. В целом, по оценкам ООН, наркотики сейчас употребляет каждый 20-й человек на планете. Здесь мы обсуждаем проблемы, где-то находим корень проблемы. Корень проблемы у многих один и тот же – потребление неважно алкоголя либо наркотиков. У меня была такая трудность сказать «нет». И мне нужно научиться не придумывать какую-то историю, что я чем-то занят, а просто, если до человека не доходит, мне нужно 10 раз сказать ему «нет». Артуру проще перечислить, что он не употреблял в 16 лет. Опий, героин, амфетамин – что только не попадает в Беларусь еженедельно. Задержания наркоторговцев или их подельников появляются в криминальных сводках. Если товар дошел до покупателя, ломаются мечты, судьбы и даже жизни. Несмотря на то, что парень выйдет из центра через месяц, полный курс реабилитации завершится лишь спустя год. К этому времени у мужчины будет и работа, и мечты, которые он в состоянии осуществить. Ведь нет наркотикам, Артур уже научился говорить. Пока такой экспериментальный центр лишь один. Он находится в Минске, и сюда могут попасть лишь жители столицы и Минской области. Впрочем, если программа окажется удачной, подобные центры откроются в каждой области нашей страны. Владимир Королев и Владимир Тихонович. Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова